здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю нереально вкусный торт пинаколада торт тающий во рту с экзотическим достаточно вкусом ананас кокос и сегодня я готовлю этот торт без желатина и смело могу сказать что это самое нежное и тающий во рту версия этого торта который я когда-либо пробовала и готовить будем все это ручным миксером очень простой вариант приготовления и очень быстрый торт получается для бисквита я беру 4 яйца среднего размера весом по 50 грамм щепотку соли также беру пакетик ванильного сахара 8 грамм также я туда добавляю сахара 180 грамм сахар я буду вводить порциями взбивая примерно 3-4 минуты яичную массу масса должна хорошо увеличится в объеме очень долго взбивать нет смысла потому что мы будем делать бисквит на разрыхлителе вот такая масса в итоге у нас получится сейчас я туда же ввожу 100 грамм растительного масла и 100 миллилитров молока комнатной обязательно температура все это просто перемешали ничего долго не взбиваем просеиваю туда 220 грамм муки 10 грамм разрыхлителя также просеиваем и в самом конце добавляю 30 грамм кокосовой стружки кокосовую стружку беру достаточно крупную совсем мелкую брать нет смысла духовка у меня уже разогрета на 175 градусов цельсия режим верх-низ без конвекции буду выпекать формы здесь у меня по 20 сантиметров в одну форму я влила двойную порцию теста и в другую форму я влила на один корж тесто то есть из правой формы у меня получится два коржа из левостоящей формы у меня получится один корж где один корж я буду выпекать 18 минут он у меня выпекался а тот примерно 30 минут я выпекала пока пекутся коржи здесь у меня 350 грамм ананаса и я вот так пропюрировала его блендером то есть ананас у меня обычный консервированный и протираю всю эту смесь через сито отставляю пока в сторону пюре должно получиться уже протертого 250 грамм здесь 200 миллилитров молока довожу до кипения в ковшике 80 грамм сахара 30 грамм кукурузного крахмала перемешиваем здесь 250 грамм пюре которые мы подготовили сразу говорю ананасы берите без сахара вот есть такие консервированные ананасы которые приготовлены без сахара вот обратите внимание они самые ароматные и кислинка у них такая естественная вот это такие ананасы нужны для данного торта 6 желтков разбиваем венчиком смешиваем со всей этой смесью молоко дошло до кипения вводим всю желтковую смесь в молоко можете брать просто 2 яйца для этого рецепта я все напишу в описании под видео теперь на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании доводим смесь до кипения и провариваем примерно 30 секунд пойдут вот такие активные пузыри смесь готова снимаем ее с огня добавляю туда 50 грамм сливочного масла и перемешиваю ароматность и качество вот этого заварного крема ананасового будет полностью зависеть от тех ананасов которые вы возьмете чем ароматнее ваши ананасы которые вы купите тем лучше будет смесь убираем сейчас охлаждаться полностью в холодильнике чтобы смесь была холодная испекся у меня второй корж я дала остыть им сейчас до комнатной температуры и сразу же нарезаю вот такие замечательные они у меня получаются они такие достаточно воздушные именно только из-за кокосовой стружки его можно смело кушать как отдельный десерт то есть именно с таким кокосовым вкусом и очень легко готовится всем советую приготовить шапочку сняла с того бисквита и вот это один корж который я выпекал от слева он у меня стоял на противне с него тоже снимаю для ровности просто торта шапочку вы можете этого не делать и вот такие три коржа у меня в итоге по 20 сантиметров в диаметре получились сейчас готовлю также сливочный крем здесь у меня 300 грамм сливок для взбивания 50 грамм сахарной пудры 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм сливки очень холодные и все молочные продукты должны быть очень холодными 250 грамм сыра маскарпоне туда добавляю как приготовить сыр маскарпоне в домашних условиях есть на моем канале проходите по ссылке под видео и также добавляю туда 300 грамм творожно-сливочного сыра это сыр типа альметы хохланд филадельфия вот такого плана сыры 300 грамм такого сыра добавляю сейчас взбиваю все это до устойчивых пиков взбился крем я сейчас несколько ложек откладываю от этого крема на украшение торта вы можете этого не делать если вы так не собираетесь украшать откладываю буквально нет к ложек сюда это в зависимости от того как вы захотите чем украсить и в остальную часть крема который больше должно быть чем на украшение естественно я добавляю 30 грамм кокосовой стружки все это просто перемешиваю долго не взбиваю беру еще 200 грамм ананасов и их порезала мелко я брала целиковые кольца ананасовые тоже без сахара консервированный ананас заварная основа остыла этот сок который у меня остался от консервированных ананасов я его беру на пропитку пропитываю достаточно хорошо переложила белый светлый крем кокосовый сейчас в кондитерский мешок как приготовить крем без сливок кокосовый рафаэлла есть на моем канале проходите по ссылке и смотрите и там просто не добавлять туда миндаль и будет вам вот такой хороший кокосовый крем все это в плейлисте есть рецепты кремов и сейчас 100 грамм нарезанных ананасов я выкладываю на 1 корж то есть я разделяю их по сути на две части чтобы на втором корже также их выложить остаток от них ананасы еще раз говорю нужно брать как можно более ароматные от этого полностью зависит вкус данного торта вы можете также брать свежий ананас слегка его карамелизировать порезать его на кусочки и также использовать для этого торта но не у всех далеко есть возможность купить свежий ананас поэтому я показываю сконсервированным теперь наполняя пустоты заварным кремом ананасовым и накрываю последующим коржом на втором корже я также выкладываю все эти крема той же последовательности и ананас соответственно накрываю третьим коржом торт достаточно стабильный то есть его собираю даже без кольца может быть вам в кольце будет удобнее но мне просто для видео чтобы вам показывать также пропитываю третий корж и убираю сейчас торт в холодильник на несколько часов он у меня простоял буквально три часа в холодильнике здесь у меня 150 грамм крема масляного на сгущенке как он готовится я вам скажу есть отдельное видео ссылку оставлю в описании к данному видео вы можете этого не делать просто этот крем он очень дополняет этот тортик и очень вкусно здесь тем кремом который мы откладывали для украшения я из насадки кондитерской 1 е делают такие розеточки также ананасовым заварным кремом я дополняю здесь композицию посыпаю все это кокосовой стружкой и торт готов торт необыкновенно вкусный тающий во рту он порадует всех любителей кокосовых десертов и ананасовых в том числе немножко бисквит здесь такой пористый это именно из-за кокосовой стружки но он необыкновенно вкусный получается очень хорошо надламывается вилкой здесь прослеживаются также все эти коржи и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео